И на эту сцену приглашаю технического директора компании Global Intellect Service Имамова Булата! Ваши аплодисменты! Всем привет! Тема моего выступления будет связана с нашими пользователями, с нашими кастомерами И начну я, наверное, с того, что напомню, что у нас есть две аудитории И вообще UDS — это площадка, платформа, которая эти две аудитории собирает И каким-то образом связывает при помощи большого количества инструментов Если сегодня Сергей уже проговорил об изменениях в четвертой генерации для наших с вами предпринимателей Для бизнеса это модульная система, замечательное обновление, которое позволяет при всем том наборе инструментов Который доступен вам в рамках вашего пакета Подключать только те, которые нужны вашему бизнесу Только те, которые вы хотите использовать Тем самым упрощая посадку предпринимателя и понимание продукта То я бы хотел с вами поговорить о будущем наших пользователей Это та аудитория, которая бесплатно скачивает мобильные приложения На свои iOS, Android-устройства и пользуется услугами предпринимателей Мы все с вами знаем, что раньше все три предыдущие версии нашего продукта Разработка была сконцентрирована над решением задач Обогащением инструментов, которые были предназначены для бизнеса по большей части Для того, чтобы предприниматель мог побуждать пользователя к использованию продукта Скачай, установи, зарегистрируйся, рекомендуй, получи скидку, приходи Третье, десятое, пятое В четвертой генерации нашего продукта для пользователя Мы хотим дополнить этот подход и немножко его переосмыслить Каким образом? Мы хотим, чтобы пользователь побуждал предпринимателя пользоваться продуктом А у вас есть вот эта история? А я хочу у вас накопить баллы А как мне получить у вас баллы внутри UDS? И мы считаем, что это возможно в компании, в команде разработки Мы считаем, что это возможно и это цель достижима И для того, чтобы это стало доступным Этого можно достичь путем кратного роста количества новых пользователей на нашей платформе И еще большей вовлеченности существующих пользователей У нас очень амбициозные цели И в 2021 году мы планируем вырасти в количестве скачиваний до 20 миллионов пользователей При этом мы рассчитываем, что более половины этой аудитории Войдет в наш портфель активных пользователей Для этого нам необходимо создать такой сервис, который будет расти сам, органически И отфильтровать все те задачи, все те новшества, фичи, которые мы планировали сделать Оставить только те, которые будут соответствовать двум основным принципам Которые лягут в философию четвертой генерации нашего продукта для конечного пользователя Давайте поговорим об этом подробнее Принцип номер один – это удобство пользователя Покупателю должно быть пользоваться продуктом максимально проще И хотеться возвращаться как можно чаще Как бы это банально не звучало, но это связано в первую очередь с упрощением продукта Во вторую очередь мы должны каким-то образом побуждать и вовлекать к использованию сервиса как можно чаще И больше напоминать о себе, о бизнесах, которые есть внутри нашего приложения И подталкивать пользовательные эмоциональные покупки Дальше я предлагаю рассмотреть, какие из фич мы выбрали и отобрали в ближайшую реализацию Согласующиеся именно с этим принципом Поехали Начнем мы с вами с упрощения Многие из вас наверняка знают, есть такое выражение, что люди покупают не дрель, а дырку в стене Ровно так есть определенный объем пользователей внутри нашего приложения Которые приходят решать какие-то свои конкретные задачи, какие-то свои проблемы То есть зачастую они ищут не компанию, зачастую они ищут роллы Они ищут где помыть машину Они ищут где купить цветы, носки или что-нибудь другое И в рамках упрощения решений их задач мы провели эксперименты в 2020 году В ноябре, в октябре месяце провели эксперименты, которые были связаны с баннерами Мы взяли определенные города, вычленили среди них аудитории пользователей Которым начали компоновать определенные подборки заведений Эти подборки были связаны с решением их каких-то боли, каких-то задач На экране номер один представлены баннеры, которые были в городе Казань Это лучшие рестораны, это места, куда можно было пойти, это мужская одежда На картинке номер два это баннеры, которые были связаны с какими-то событийными линейками Это предстоящие праздники, к примеру, 8 марта подборка заведений, где можно купить букеты с большой скидкой Либо 23 февраля магазины, которые продают дезодоранты и носки В общем, все это мы перепробовали, чуть позже я покажу результаты И третья наша новинка, которая появится в протяжении четвертой генерации Это отдельные карточки компаний, уникальных компаний Мы с вами знаем, что в каждом городе, в каждой локации есть какие-то якорные заведения Есть заведения, которые готовы представить что-то больше, чем остальные Какие-то более интересные места И для таких мест будут созданы специальные карточки среди этих баннеров В которых будут присутствовать картинки, описания, какая-то история И возможность перейти в профиль заведения, либо вступить в компанию напрямую Если говорить о баннерной истории более детально То в ноябре месяце, еще раз повторюсь, с 2020 года мы проводили эксперименты Мы брали города, учреждения пользователей Среди них выборочно делали подборки Мы брали в подборке компаний как из высокорепотребляемого бизнеса Такие как еда, кафе, рестораны Так и из низкорепотребляемого, это мебель, обувь И наши эксперименты показали, что в средний прирост внимания пользователей к этим компаниям Из этих баннеров составил от двух до четырех раз Это очень хорошие цифры И мы планируем в этом направлении обильно двигаться в четвертом поколении нашего продукта Дальше Упрощение базовых механик Что это значит? Внутри нашего приложения, как и в любом другом сервисе, есть основные механики Это вступи в компанию, соверши покупку, получи скидку И следующие обновления будут связаны с упрощением этих базовых механик Пользуящее должно быть понятно, просто и интересно это совершать Эти обновления, которые доступны в вашем мобильном приложении в рамках четвертой версии уже сейчас На первом экране вы видите небольшой баннер, который показывает явно пользователю, что ему необходимо совершить В данном случае купить еще на 200 рублей, чтобы повысить свой кэшбэк до 15% Просто понятно мотивирует На втором экране это единая скидочная карта Мы исследовали поведение пользователей внутри нашего приложения Заметили такую интересную историю, когда человек стоит на кассе, хочет получить скидку Заходит в рубрикатор, начинает искать эту компанию, заходит в эту компанию И начинает искать ее скидочную карту И теряется основная идея, основной посыл нашего продукта Единая дисконтная карта Соответственно мы эту историю вынесли наружу И для пользователей стало с очень высоким коэффициентом конверсии Более понятно, каким образом можно побыстрее и качественнее получить эту скидку Это очень сильно влияет на скорость получения пользы от сервиса конечным пользователям И его больше вовлеченности в этот сервис Дальше, более простой поиск выгоды Мы планируем полностью поменять ядро поисковой системы внутри нашего приложения Таким образом, чтобы сосредоточить поиск на решении конкретных задач Еще раз, я ищу роллы Я ищу где покрасить ногти Я ищу где покрасить голову Все что угодно И индексируя все те данные, которые предприниматели заводят уже сейчас Это новости, описание, это профиль компании Мы можем более четко и более понятно на карте отобразить все те заведения Которые способны эти проблемы решить Дальше Сервисные напоминания Это еще один пункт, с которым мы проводили обильное количество экспериментов в 2020 году Возможно, многие из вас эти оповещения получали Это оповещение от самого сервиса UDS Не от предпринимателей О том, что пользователь давно где-то не был У него скопились баллы У него есть сертификаты Чувак, вернись Здесь весело, здесь классно И каким образом мы проводили эти эксперименты? Мы брали опять-таки выборки из различных городов Различное количество пользователей И даже тех пользователей, которые в этих компаниях не состояли И осуществляли рассылку пуш-оведомлений с какими-то интересными предложениями внутри компании, которые находятся в их городе То есть, понятно, девушкам одни предложения, мужчинам другие предложения Если говорить о результатах наших экспериментов по городам, то второй столбец — это среднее количество переходов на страницу компаний за две недели Сколько людей заходило в эту компанию в день в целом? После рассылки пуш-оведомлений прирост пользователей был от 7 до 12 раз Это к вопросу о наращивании трафика внутри приложения Это к вопросу мотивации всех тех людей, которые в нашем сервисе есть уже сейчас Есть очень много моментов внутри этого обновления, которые мы сейчас пытаемся решить И планируем то, что в четвертой версии мы обязательно будем над этим работать И напоминать, как можно чаще возвращать наших пользователей в наш сервис как можно проще Выгоды для пользователя Мы планируем как можно больше напоминать нашему пользователю, вашему покупателю о том, что мы есть О том, что он провел с нами очень хорошо время, последний квартал, последние полгода или год Показать ему историю использования нашего приложения, подчеркнуть нашу полезность для него Допустим Вы посетили 12 заведений, потратили 26 тысяч рублей Выгоды, которые вы приобрели с нами — 7 тысяч рублей Топ-3 любимых места и возможная рекомендация, куда можно сходить еще Дальше Улучшение и проработка функционала сертификатов В частности, это очень большая задача, на которой мы бьемся достаточно большое количество времени В частности, речь идет о том, чтобы дать возможность пользователям передавать сертификат от одного пользователя к другому Попробую привести пример Может быть, есть люди, которые еще не в контексте Допустим, я пришел в какой-то ресторан Ресторан настроил кросс-маркетинг со салоном красоты Я получил сертификат на маникюр на 1000 рублей, он мне не нужен Но я с радостью передам этот сертификат своей маме, девушке или кому угодно Тем самым предприниматель обретет своего клиента Он получит своего лида, он получит свой трафик Он оцифрует себе нового человека в базу А я просто подарю любимому человеку какой-то сертификат в приятное место Дальше Парадокс Из названия выкинули, а фичу оставили Речь идет о геймификации У нас есть твердое намерение вернуться к этому функционалу в четвертой генерации На самом деле здесь очень большое обширное поле для маневра Мы пока точности не знаем, как это будет выглядеть Мы проводим ряд экспериментов, чтобы выбрать самую оптимальную механику для наших пользователей Но уже сейчас мы примерно понимаем, что это будут баллы внутри нашего сервиса Это не баллы в заведении, а баллы UDS Которые пользователь будет получать за те самые базовые механики внутри нашего приложения Пришел, купил где-то, получил баллы в этом заведении, получил баллы UDS Пригласил друга, получил баллы в заведении, получил баллы UDS Рекомендовал, любимый клиент, душа компании, первопроходят За любое достижение ты будешь получать какие-то баллы UDS На что их можно потратить, спросите вы Мы хотим дать возможность тратить эти баллы на абсолютно любые сервисы и услуги предпринимателей Которые они сами готовы предоставить бесплатно К примеру, у меня очень дорогой ресторан и средний чек очень высокий Но я готов за нового лида, за нового клиента заплатить 500 рублей Я создаю сертификат номиналом 500 рублей Ставлю галочку, что он общедоступный, его можно приобрести за балл UDS Тем самым любой пользователь, у которого есть эти баллы, может в пределах этой локации этот сертификат приобрести Мотивация пользователя – пользоваться чаще Предприниматель получает трафик Клево Все это классно, на самом деле Да, трафик, новые пользователи Мы раскочегарили, разодорили нашу существующую аудиторию Что теперь с этим делать? Очень хороший вопрос Нам требуется какой-то набор инструментов Для того, чтобы с этим трафиком комфортно работать И здесь появляется принцип номер два Как я уже говорил ранее, у нас есть две аудитории Это пользователи и предприниматели Они неразрывно связаны друг с другом в рамках нашей платформы Поэтому мы не можем выпускать фичи только для пользователей Мы не можем выпускать фичи только для предпринимателей Любая фича для пользователей, она будет неразрывно связана с какой-то новой фичей для предпринимателя Соответственно, принцип номер два, который отсеивает все те обновления, которые будут для предпринимателей Связан с тем, чтобы дать бизнесу как можно больше интересных инструментов для работы с этим трафиком Понятно, больше людей, нужно больше времени для того, чтобы с ними работать. И наша задача дать такие инструменты, которые будут оставлять за предпринимателем его свободу, при этом давая возможность ему развиваться. Подробнее поговорим об этих инструментах. Первое, что хотелось бы подсветить, это аналитика и сегментирование. Что мы в это слово вкладываем? Сбор и работа с большим количеством данных – это очень круто, это очень клево, это помогает нам в обычной нашей жизни, особенно в бизнесе. Но этот сбор должен происходить в автоматическом режиме, максимально комфортно для бизнеса, чтобы предприниматель какое-то минимальное участие в этом принимал и продолжал заниматься своим бизнесом. Тем, ради чего он сюда и пришел. И улучшения будут связаны с тем, чтобы в автоматическом режиме помогать ему с этим работать. В том числе, к примеру, каждый участник, который появился в системе предпринимателя, он будет добавляться в панель и автоматически разделяться, сегментироваться. Причем количество признаков, по которым это будет происходить, мы очень сильно, значительно расширим. Причем расширим за рамками привычных вам вещей. Все из вас, многие наверняка знают, что вы уже сейчас можете зайти к себе в панель и посмотреть, отфильтровать тех пользователей, которые к вам возвращаются более двух, раз более трех. Повторные покупки, по среднему чеку. Но мы хотим еще раз расширить и дать вам больше информации. Например, такую информацию, как повторные покупки в UDS в целом этого пользователя. Интересно? Его репотребляемость внутри сервиса. А еще интереснее посмотреть, как эти повторные покупки делятся по его интересам. То, что этот пользователь в ресторанах покупает в 10 раз чаще, чем в бьюти-сфере, а в какой-то другой сфере чуть поменьше, где-то побольше. Посмотреть на его средний чек по различным категориям заведений в целом в рамках нашего сервиса. Посмотреть модель, марку его сотового телефона и средний коэффициент оценочной стоимости этого телефона. Интересно? Зачем все это нужно? Представьте себе ситуацию. Есть Вася, который лояльный клиент. Он есть в базе вашего заведения. Пришел домой, либо на какой-нибудь вечеринке, посоветовал, что это Маша. Маша сосканировала код, добавилась к вам в вашу панель администратора. Еще не совершил никакой покупки, а вы уже знаете, что ей предложить. Вы уже знаете, поскольку Маша до этого была пользователем в рамках UDS. Возможно, в других заведениях. Мы не будем говорить в каких, но мы вам можем подсказать их интересы. Мы вам можем подсказать их потребительскую способность. Мы можем вам сказать, на какую аудиторию внутри вашего бизнеса этот пользователь может претендовать. VIP это клиент или средний. Может быть, это вообще не ваш клиент. Вы можете об этом узнать еще даже до первой его покупки. Дальше. Главные цифры. Это череда большого количества обновлений UDS админ. Как мобильной версии, так и версии для ПК, планшетов. Связанная с автоматической генерацией нужных вам цифр. Так называемый дэшборд. Экраны, на которых будут сразу видны самые важные цифры внутри вашего бизнеса. Агрегированные, собранные, посчитанные. Для того, чтобы вы всегда держали руку на пульсе. Для того, чтобы в каждый момент времени вы понимали, требует ли бизнес в данный момент вашего непосредственного участия. Многие функции, которые доступны сейчас только с ПК, будут перенесены на мобильную версию для того, чтобы все у вас было на ладони. Это тоже направление очень большое, на котором мы работаем в рамках увеличения удобства работы с трафиком в четвертой генерации. Дальше. Это наше новое УТП. Наше новое уникальное торговое предложение сервиса, о котором мы хотели бы сегодня с вами тоже поговорить. Это пользовательский трафик. Итак, идея одного из наших новых направлений заключается в том, чтобы дать возможность размещаться на нашей площадке абсолютно любому бизнесу, в том числе крупному. Как это будет происходить? Вы знаете, что основной упор нашей площадки всегда базировался на малый и средний бизнес. Но есть очень много партнеров, есть очень много контрагентов и крупных компаний, которые сильно хотят взаимодействовать с обществом наших пользователей, с конечными нашими потребителями. Но в силу многих причин мы не можем им каким-то образом эту возможность предоставить. И мы решили в этом направлении поработать. И более того, даже решили сделать эту возможность предоставить тем компаниям, которых нет в рамках нашего продукта. Они не присутствуют в нашем продукте. Внимание. Если компания, ее услуги, либо товары соответствуют интересам наших пользователей, то мы можем на определенных условиях разместить их предложение внутри нашего сервиса. Внимание, еще раз, это дополнительно до заработок, в том числе для партнера, который совершил сделку по привлечению данного клиента. О чем идет речь? Сейчас, возможно, будет немножко сложно, какие-то будут легкие технические моменты, но среди вас есть люди, которые работают с трафиком, которые работают с крупным бизнесом, понимают то, что… Я вынужден это сказать. Как это будет выглядеть? На первом экране вы видите некоторую компанию, назовем ее Voyager. Это компания, которая занимается косметикой и абсолютно нормально, не вызывая никаких сомнений у пользователей, размещается баннер. По клику на этот баннер мы можем перевести пользователя либо на внутренний какой-то ресурс в рамках нашего приложения, например, на страницу компании, на страницу какой-то определенной акции, еще куда угодно, либо на внешний ресурс. Это может быть сайт, это может быть Инстаграм, это может быть страница ВКонтакте, все что угодно. Более того, мы можем внедрить в этот переход любые UTM-метки, реферальные хвосты, добавить пост-гет-методы. И наша система позволяет применять такие технологии, как Facebook, VK Pixel, для того, чтобы даже если не произошла конверсия по переходу на внешнюю ссылку, вы могли собрать эту аудиторию и дальше рекламироваться по этой аудитории в социальных сетях, либо в поисковой выдаче. Что касается сегментации, здесь тоже все очень интересно. Очень большой набор спектра, с чем мы можем работать. Это пол, возраст, интересы, средний чек, маркомодель телефона. И самое интересное, очень высокая точность геолокации, при этом сохраняя приватность самого пользователя непосредственно. Еще раз, если у вас есть, если вы сами являетесь представителем компании, у вас есть какие-то контрагенты, крупные представители, либо федеральные, с кем вы хотели бы попробовать этот эксперимент, мы будем рады получить от вас контакты, какие-то письма на поддержку, либо связь через партнеров, которые вас представляют, для того, чтобы этот эксперимент провести. Уже сейчас у нас есть ряд компаний. В ближайшее время мы планируем все это дело уже запустить, буквально после мероприятия. И по итогу наших экспериментов мы обязательно с вами поделимся какими-то результатами. Они будут публичными. Окей, я сейчас рассказал, на самом деле, о многих вещах, которые вас ожидают в ближайшее время. И что-то из этого появится буквально 8 февраля, что-то в марте-феврале, над чем-то нам, возможно, предстоит работать очень долгое количество времени, всю четвертую генерацию. И когда мы говорим четвертая генерация, мы не имеем в виду 2021 год. Для нас это новое поколение, это новая философия. И мы входим в это поколение с большой идеей, желанием экспериментировать, пробовать что-то новое и надеемся на вашу обратную связь, которая поможет нам вместе с вами сделать сервис будущего. Спасибо!